Встреча председателя Брестского областного исполнительного комитета Анатолия Лиса со студентами и профессорско-преподавательским составом технического вуза города над Бугом началась с обсуждения социально-экономической ситуации в области, стране и мире. Анатолий Лиса знакомил присутствовавших с результатами работы Брещины за минувший период, объяснил причины сложившегося непростого финансового положения. Учитывая профиль вуза, отдельно губернатор остановился на строительной отрасли и специалистах, которые в ней работают. По словам Анатолия Лиса, современный рынок требует постоянного повышения уровня профессионализма. Надо понимать, что сегодня другие условия, другие задачи, другие объекты, поэтому надо подходить уже из других позиций. Не то, что у них знаний или умений недостаточно, а просто это организация, труда, новые технологии, на это надо обращать внимание, высокая дисциплина. Которые, к сожалению, у нас не всегда на строительных объектах мы видим хватает. Поэтому надо сегодня выходить на современный уровень. В ходе встречи и у педагогов, и у студентов была уникальная возможность задать свой вопрос главе области. И таким шансом получить компетентный ответ из первых уст участники встречи воспользовались. Темы поднимались различные. От трудоустройства, развития города-спутника Жабинки, а также семейного капитала до культурной жизни и велодорожек в областном центре. Вопрос задал и ректор вуза Петра Пойту, как руководителя большого коллектива, где немало людей пока еще нуждается в улучшении жилищных условий, интересовала перспектива выделения земельных участков. Интересует вопрос, жилье, допустим, в многоэтажном доме или индивидуальное строительство. Вот то, что касается выделения отдельных участков, какие направления, какие перспективы здесь. Отвечая на вопрос, Анатолий Лис уточнил, что никакой проблемы выбрать участок или квартиру в высотке нет. Вопрос лишь в том, где могут быть выделены земельные наделы. Согласно генеральному плану областного центра, который утверждает президент нашей страны, в ближайшее время Брест расширяться не будет. А значит, не будет и новых участков. Однако в любом другом городе Брещины есть земли под индивидуальную застройку. В областных центрах сегодня просто этой земли нет. То есть физически невозможно выделить гражданин. По закону это не запрещено, но физический участок невозможно выделить. А то, что касается занятия новых площадей под индивидуальное строительство, здесь вопрос не будет решаться. Почему? Земли сельхозназначения выделяться под строительство жилья не будет. То, которое не предусмотрено планами, генеральными планами застройки. Если да, если это генеральный план застройки, если там где-то попадает земли сельхозназначения, все могут попасть. Но позиция президента нашей страны, значит, естественно, правительства о том, что новых земли сельхозназначения не выделяется. Проведенные встречи остались довольны все ее участники. Студенты и преподаватели смогли поделиться своими проблемами с исполнительной властью области. Губернатор региона, в свою очередь, признался, что получает от таких собраний не только практическую пользу в виде конкретных пожеланий, но и определенный положительный заряд. К тому же подрастающее поколение – это будущее страны. От того, чем оно дышит, к чему стремится и какие расставляют приоритеты, зависит наш завтрашний день. И такие встречи позволяют понять, в правильном ли мы движемся направлении. С молодежью всегда интереснее, интересно встречаться. Встретиться с молодыми и сам чувствую, что, может, еще не совсем старые. Поэтому тоже нормально. Это первое. А второе – надо же встречаться, потому что это люди, которые проживают в нашем городе, проживают в нашей области. Значит, в конкретном заведении учатся и какие у них интересы. Это же тоже определенный срез. Мы должны понимать, их настроение чувствовать. Значит, о чем они думают, о чем они говорят, что мыслят. Ну и самое главное – молодежь – это же будущее наше. Поэтому мы свои идеи, которые мы думаем воплощать в жизнь, планы, которые строим, в том числе и им же надо выполнять. Так надо с ними советоваться.